Кубилай начал чувствовать себя в Кальраде и более комфортно. Он стал более часто нападать на вражеских лордов, каждый из которых после битвы попадал в его собственное распоряжение. Но лишь немногим удалось выжить. И это продолжалось снова и снова. И так прошел целый год. И по итогу за этот год случилось довольно-таки много событий, но главное из них это конечно же уничтожение лордов. Просто огромного количества лордиков. По большей части конечно уничтожал я западную империю, но задел безусловно еще и южную и северную, так знаете по чуть-чуть. Но главное, что западные лорды были более слабыми по большей части и поэтому большую часть из них я естественно и вырезал. Но сейчас в принципе я могу себе позволить убивать лордов любой империи без особых проблем. Пожалуй не считая каких-нибудь чуваков из основного клана, у которых априори просто больше людей в боевых отрядах. Но это все мелочи. Нам-то с вами главное что? Главное вырезать, вырезать вернее полностью какое-то королевство и полностью его себе естественно приватизировать. Чтобы регулярно шли довольно большие выплаты ежедневно, чтобы я мог содержать не только свой отряд за счет этих самых выплат, но еще и парочку дополнительных боевых. Плюс, конечно же, нужно будет создать себе кланы. Клан нужно будет создавать себе перед тем, как мы с вами попытаемся приватизировать себе часть каких-то территорий. Один из зрителей написал, вернее скинул мне ссылочку на видос одного англоязычного канала, который объяснил вообще механику наследования, как это все работает в данный момент. И это сильно облегчило мне задачу, то есть позволило составить какой-то план того, как мы с вами будем захватывать территорию, что нужно сделать, чтобы с наибольшей вероятностью эти самые территории унаследовать. То есть я, допустим, понял, почему черт нас с вами в прохождении один против всех большую часть территорий не мог забрать себе. Банально потому, что кланы игрока, так сказать, не участвуют в раздаче этих самых территорий вообще. То есть нам с вами нужны именно другие кланы, неважно, это будут кланы, которые мы с вами переманиваем или которые создадим из своих спутников. Главное, чтобы это были просто другие кланы на нашей службе. И, соответственно, этот клан будет участвовать у нас с вами в раздаче, так сказать, ценных призов, как в поле чудес. И вот клан, который находится ближе к центру фракции, который мы с вами пытаемся захватить, тот клан, естественно, и получит все новообретенные территории. То есть они присоединятся к королевству этого клана, а дальше все это дело будет уже раздаваться на голосованиях, то есть как при обычном захватке каких-то территорий. То есть условно, если мы хотим забрать себе Западную империю, нам с вами нужно захватить территорию в центре этой фракции. В нашем случае это наиболее вероятная территория, это Ялмарис, в самом центре Западной империи находится. Захватываем Ялмарис и, соответственно, отдаем нашему новому клану, который мы сделаем из своего спутника. И, соответственно, этот клан с наибольшей вероятностью получит себе эти территории из Западной империи. Да, там, конечно, есть небольшая вероятность того, что это получит кто-нибудь другой. Но, скорее всего, получим именно мы, а потом все эти территории разделим. После чего можно будет также поступать далее, то есть с дополнительными территориями. То есть, допустим, дальше пойдем с вами на Южную империю, захватим что-то около, не знаю, там, Фикаона, например, или Замка Морения. Примерно это будет центр Южной империи. После чего, опять же, всех Южноимперских лордов забиваем и получаем себе эту территорию. Дальше там Асераи, Северяне, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, примерно таким вот образом нужно поступать. Но, видите, проблема в чем? То есть, некоторые безземельные кланы, их точка располагается иногда рандомно. То есть, условно, если вот этот вот клан владеет Эпикратей и только Эпикратей, то его точка, этого клана, будет вот здесь, вот возле нее. Но, если же он землей вообще не владеет, то его точка может быть как возле Амора, так, условно, в центре той же Западной империи. Поэтому он может получить эти территории. Плюс ко всему еще кланы повстанцев. То есть, кланы, которые владели Адоком, Эпикратей, той же Балтахандом. Вот эти вот кланы, то есть, которые были митингующими, которые подавили, но кланы-то остались. Если их, конечно, ну, куда-то там не переманили другие королевства. У них также точки могут быть рандомно разбросаны по большей части карты. И они могут стать наследниками будущего разваленного королевства. Поэтому есть здесь подводные камни, все это работает к рифе в кость, ну, естественно, маунжи, в конце концов. Вот, поэтому все может еще 200 раз пойти по одному месту, и здесь как бы все нестабильно. Но, большие шансы, что если мы с вами захватим все-таки нужную нам с вами центральную территорию, то именно ее мы с вами и получим. На что как бы и идет у меня здесь надежда. Ну, а нам с вами нужно сейчас захватить себе территорию, хоть какую-нибудь, неважно. То есть, мы ее удерживать, конечно же, не будем, просто захватим. И получим себе... Так, надо казнить эту мадаму. И создадим себе королевство. То есть, для того, чтобы можно было нанимать наемные кланы, создавать себе королевство и бла-бла-бла. Ну, то есть, вы уже сами 200 раз знаете, что имеется здесь в виду. Срань господня, мне сейчас наваляют здоровенных люлей, если я здесь останусь. В общем, работает все это как-то так. В итоге мне, да, мне здесь предстоит куролесить от кучи просто западноимперских лордов, которые уже настроились на то, чтобы навалить мне лещей. И вроде, благо, среди них нет ультра-быстрых кланов, которые бы сейчас меня догнали и прищучили. Но, тем не менее, еще бы чуть-чуть, я бы сродил с оставшейся всей сразу западной империей. Это было бы, мягко говоря, плохо. Но, с другой стороны, если бы я убил сейчас всех вот этих вот лордов разом, то был бы просто тотальный кайф. Ну, потому что лорды бы у этой самой западной империи закончились. То есть, и все, мы могли бы спокойно захватывать и приватизировать все территории. То есть, здесь человек 10 где-то за мной сейчас гоняется. И, убив их, я, в принципе, ну, где-то осталось около 15 лордов у западной империи, не считая вот кланов-наемников. Убив вот эту вот всю толпу, я без проблем бы захватил этот замок, создал бы королевство и добил бы всю эту западную империю. Но, как видите, лордов еще приличное количество. То есть, мне еще придется, безусловно, повоевать, пострадать. Поэтому, да, эта серия будет посвящена истреблению, остаткам западной империи. Ну, по крайней мере, постараемся мы с вами это сделать. Получится или нет, черт его знает. Но, скорее, да, чем нет. Главное, грамотно перемещаться по карте. То есть, делать хитрожопы ему, вроде того, что сейчас был возле замка. То есть, если мы немножечко с вами профукались, то все. Всю мою армию бы захватили, всех моих спутников бы раскидали только в путь. И я оказался бы в весьма плачевной ситуации, потому что в данный момент мои войска, ну, мягко говоря, одни из лучших. То есть, у меня, чуваки, минимум четвертого ранга и ниже нету. Потому что я здесь прокачался просто мрак. Потому что бил, бил, бил лордов, не допускал ошибок. Но это, в принципе, легко, на самом деле, сделать в маунте. Просто, если ты банально не болтаешь в этот момент и можешь сфокусироваться тупо на игре. Как оказалось. Так что, да, без особых проблем. Я здесь закачался, кучу бабла поднял. Большая часть, конечно, из этого дела ушла у меня на прокачку. Или же на то, чтобы тупо содержать армию. Потому что две тысячи ежедневно я сейчас плачу всем своим войскам. Это довольно дорого. Но парочка богатеньких лордов мне помогла, так сказать, в этом деле. Ну, то бишь, удержаться вообще на плаву и поднять бабла еще дополнительно сверху к этому делу. В общем, все это сделать возможно. Главное, не отвлекаться и быть сфокусированным. То есть, в принципе, каждый из вас сможет такое дело провернуть. Но сейчас как бы не об этом. Сейчас нам с вами нужно убить еще одного имперского лорда. Леди или кто это у нас там. Сафалии. Ну, видимо, скорее всего, Леди. В общем, как-то так. Что у нас по стрелкам? По стрелкам все нормально. Эти пускаются в атаку. Эти пускаются тоже в атаку. Ну и, в принципе, все. То есть, битва у нас здесь с вами выиграна. С пока что отсутствующими потерями. Не знаю, будут ли они позже. Но, в принципе, все возможно. Главное, что вот таким вот образом потихонечку по одному, по два лордика. За раз. Можно без особых проблем здесь уничтожать. И так или иначе лорды у необходимой нам с вами фракции закончатся. Что, в принципе, и происходит сейчас с Западной Империей. Главное не профукаться. И надеяться, что мне еще повезет. Вот с необходимой нам с вами точкой. То есть, с созданным кланом. Каких-то ближайших конкурентов не будет. Я просто вот не особо понял, как проверял тот чувак из англоязычного видоса. Именно вот необходимую точку. Он как-то вводил какие-то координаты. И ему показывало вот первый претендент на все эти территории. Второй, третий. То есть, такого рода. То есть, вроде как он использовал какой-то написанный им самим мод. В общем, здесь я еще разберусь. Обязательно. Перед тем, как мы с вами будем убивать последнего лорда или леди в этом королевстве. Но пока, в принципе, этой информации более чем достаточно. То есть, мы с вами уже знаем, что нужно захватить. И как ориентироваться. Но, конечно же, перед захватом точки. Самое последнее. Я тоже все это проверю, чтобы мы с вами не облажались. И не получилось так, что какой-нибудь, не знаю, вообще левый клан. Или, что еще хуже, левое королевство. И получит нашу с вами территорию. Потому что, если королевства разрастутся. Ну, какой-нибудь, условно, та же стургия или кто-нибудь еще. А нам с вами будет не так уж и просто дальше жить. Ладно, у нас с вами пока пониженная скорость. Нужно особо не выделываться. А потом уже будет нормально. Вот они все лорды. Собираются в одного большого лорда. Ну, вернее, в большую армию. И можно, конечно, их подстерегать на подходах. То есть, допустим, вот. Мегарита или как ее там зовут. Да, Мегарита. Ее можно, допустим, схлопнуть. Потому что армия меня это уже не догонит. Так что это все будет легко. Вот. То есть, считайте, двух лорди, как мы с вами уже сейчас без особых проблем прищучим. Тем более, что у нее даже кавалерии нету. Хопа. Вот. А еще одна леди у нас сейчас с вами будет убита. Хотя вот этот большой покемон в 1600 человек, блин, вот убить, говорю, всех этих людей разом. Ну, и все. И Западная Империя была бы просто покорена Хубилаем. Ну, а пока, конечно же, приходится иметь дело со всякой такой мелочевкой. Думаю, в принципе, за этот вот игровой год, который вы видели лишь в небольшой нарезке в самом начале. В принципе, за весь этот год я без проблем мог бы вырезать Западную Империю полностью. Еще бы, наверное, задел условно Южную Империю или Асрайцев. А если бы такие войска как по качеству, так и по количеству были бы у меня вот к началу прошлого года. То есть, когда я только начал всех этих людей вырезать. Но людей у меня было порядка 60-70 человек. Качество их оставляло желать лучшего. Поэтому приходилось много, долго и упорно качаться на всякой мелочевке. Которую найти еще, сами понимаете, не такая уж и простая задача. Ну, и плюс, каждая битва несла за собой довольно-таки существенные потери в районе, ну, типа, человек 10. Что для такого небольшого отряда в 60 человек, это, сами понимаете, существенно. Потому что не факт, что найдешь достойную замену потерянным войскам. Велика вероятность, что заменишь условно 5 крутых арбалетчиков на каких-нибудь там новобранцев или лучников 2-го ранга вроде таких. Так что да, путь был тернистый, но все же большую часть собственной задачи я выполнил. И остается у нас с вами, не забываем, что еще 6 лет. То есть, почти половину пути, так сказать, или временного отрезка, который мы с вами выделили на все это дело, выделили. А мы с вами, в принципе, прошли. То есть, в будущем станет полегче, когда мы с вами будем нанимать людей. То есть, я с наемниками как-то еще договорюсь, они будут служить мне в армии. И условно, забив одну такую армию, мы сразу вагон людей разом вырежем без проблем. И нам с вами будет гораздо-гораздо проще продвигаться дальше. Но пока, конечно, да, приходится искать лордиков по одному, по два человека, плавненько бить им лицом и от этого всего как-то отталкиваться. Кстати, о лицах я забыл вот эту вот мадаму казнить. Надо это сделать, пока она у нас с вами не сбежала. Ну и что ж, все, что остается в данный момент Кубилаю, это просто выискивать вот таких вот одиноких, глупых лордиков, что, опять же, не особо большая проблема, потому что мы в центре Западной Империи. Потому что вот эти вот все лордики буквально сами на нас лезут, и не приходится даже хоть немного, так сказать, потеть в таких вот битвах. Да и тем более даже вот лорды, которые сейчас находятся в армии, вот в этой здоровенной 1600 человек, даже они для нас сейчас с вами не особо большая проблема. То есть как только они разделятся, мы их также по одному сможем начать вырезать без каких-либо проблем. Ну и думаю, к концу этой серии с Западной Империей по большей части мы с вами покончим. Останется лишь 2-3 лордика, которые уже как бы закончат свое существование в следующей серии. И уже тогда, думаю, мы с вами без особых проблем покорим Западную Империю. Ну и вот еще один лордик, которого я нашел, и без особых проблем сейчас мы его с вами изничтожим. Кстати, да, я обновил лук нашему персонажу, купил ему самый топовый лук. То есть у меня были времена, когда я имел очень много денег, где-то 1150-200, ну скорее 150, конечно. И вот в те моменты я немножко обновил себе снаряжение, купил доспех получше, купил плечи-перчатки и купил себе, конечно же, лук. Самое главное, чтобы дамага с лукой у меня шло, ну типа более чем достаточно. Правда, здесь я с кавалерией обосрался. Хотел ее завести врагам в тыл, потому что кавалерия это самая мощная моя боевая единица, по сути, не считая лучников. И что-то здесь профукался, поэтому мы с вами потеряли целых 14 человек. Но все равно, людей у нас с вами остается дофига, поэтому сейчас любая деревня без битвы нам, в принципе, с вами уже задает свои войска. Так что это не особо-то и проблема. Но все равно, конечно, неприятно, что я так сильно сейчас затупил и потерял довольно много своих людей. Да еще и стрелки умудрились как-то истратить, так сказать, весь свой боезапас на просто стрельбу по щитам. То есть они стреляли, во-первых, с расстояния в две сотни метров. Это тоже как бы негативненько сказалось, мягко говоря. Ну и в итоге убили человек 10 и потеряли все 50 человек свои болты вот просто на стрельбу по этим дурацким щитам. Неприятно, конечно, но факт. И главное, как бы, что мы с вами в битве все равно победили, потеряв 16-го из человек, но все равно. Зато прибавили в известность. Хотя у нас с вами уже четвертый уровень клана, то есть мы с вами уже можем создать королевство. И далее прокачиваться нам с вами особо большого смысла не имеет, кроме как, ну, тупо ради повышения общего количества воинов, которые у нас с вами могут быть. Ну и, конечно же, повышение там спутников, мастерских и так далее. Я еще, блин, искал себе город для того, чтобы пойти и сбагрить вот кучу хлама, которая у нас с вами скопилась после убийства трех-четырех лордов. А в итоге я пикротею и донустику снова отвоевали, ну, людишки, которые ее потеряли. Те же фракции, к сожалению, ничего быстро пойти и сбагрить и продать я, к сожалению, не смог. О, кстати, мы целый клан с вами только что уничтожили, а в Западной Империи его по их стало уже меньше. Это очень хорошо. Чем быстрее мы их убиваем, тем меньше шансов у этих товарищей, ну, чтобы их дети, вернее дети из их кланов, могли подрасти и так далее. Так, на этого нападать довольно-таки опасно, поэтому мы сюда с вами не полезем. А вот зато в эту деревеньку сейчас залезем и пополним потраченные, так сказать, нами силы. Но брать, конечно, я буду уже более прокачанных бойцов. Это немножечко дольше, но оно того стоит. То есть меньше денег тратится на прокачку, ну и больше я смогу на них рассчитывать в конце-то концов. Потому что набирать всякую фигню, как бы, априори просто не хочется. Ну и сейчас я быстренько восстановлю. Опа, чувак собирает армию, но, естественно, блин, у него 70 кавалеристов. Не было бы их так много. Я бы на него, в принципе, напал. Да, у меня кавалеристов, безусловно, больше. Но это все равно вызовет большие, довольно-таки, потери у меня среди пехотинцев и дальнобойных. Но, блин, думаю, если этого чувака убить, это будет довольно значимо, потому что мы с вами истребим просто еще один клан из Западной Империи. То есть здесь осталось еще несколько таких кланов, где всего лишь по одному человеку, даже большинство таких кланов, я бы сказал. То есть только вот эти вот три клана имеют, типа, больше одного члена. Но все остальные, вот здесь вот всего лишь по одному человечку, их забить и все. Вот эти вот кланы лишь останутся и для нас с вами будет прям кайф. Но, конечно, битва с каждым из оставшихся лидеров этих кланов для нас все равно будет довольно болезненной, потому что, ну, с наибольшей вероятностью, если их армия будет и немногочисленна, то она все равно будет довольно-таки серьезной. Но этот чувак, конечно же, от нас сваливает в замок. Но зато мы с вами нашли себе другую жертву. Кстати, тоже лидера клана, последнего лидера клана. И она, кстати, не представляет вроде как серьезной опасности. То есть 26 кавалеристов, это не 60. Мы ее забьем и еще один клан с вами сейчас уничтожим. Здесь мне даже не дают построиться, просто сходу меня решает влететь огромная куча западноимперских кавалеристов. Да, тут сходу, конечно, будет довольно-таки жестко. Но вроде как арбалетчиков своих я более-менее расставил. Должно быть немножко попроще так. А кавалерию лучше скинуть вот сюда, чтобы они с оставшейся пехоткой, вернее, с оставшейся кавалерии разбирались. Наши, наоборот, сейчас перестреляют подходящих, а потом пошли на них пехоту. И, по идее, должно этого более чем хватить, чтобы они разобрались со всем этим делом. Но ладно, сделаем, в общем, вот так, чтобы наверняка. Так, часть пехоты пошла стрелять фигней, часть пехоты пошла на пехоту и лучников. Да, немножко вакханалии, но она, в принципе, меня здесь не особо мешает. Да, мы с вами потеряем опять 5-10 человек. Но, опять же, еще один клан у нас с вами будет уничтожен в этой серии. А это, конечно же, очень и очень для нас с вами круто. Ну, то есть, как я и сказал, у нас с вами осталось не особо много. То есть, осталось уже с десяток лордов. И большинство этих лордов сосредоточено именно вот в трех оставшихся серьезных кланах. Все остальные это мелочи и разбить их по большей части не представляет какой-то серьезной для нас с вами угрозы. Кстати говоря, я совсем забыл сказать, что я нанял себе трех спутников, каждый из которых, так сказать, вел меня к определенной цели. То есть, у меня появился хирург, у меня появился инженер, это Уэйнрайт. И оборванец у нас с вами является разведчиком, если я не ошибаюсь. И то есть, каждый из них помогал качать для нашего боевого отряда отдельную характеристику. То есть, это было значительно быстрее, чем качать их самостоятельно. С разведкой-то ладно, я, в принципе, и сам бы справился. Но этот просто чувак, так сказать, многозадачный. У него куча реально полезных навыков. Я решил, что фиксным пусть будет разведчиком. И по итогу всех этих своих болванчиков я тоже немного приодел. По большей части, весь их шмот, это то, что я выбросил у себя. То есть, свои какие-то шмотки, которые мне были уже не нужны, вроде вот этого вот хирурга. Либо же шмотки, которые я находил у лордов. То есть, я им, в принципе, ничего не покупал, лишь собирал весь хлам, который у нас с вами был. Он, конечно, довольно посредственный, но явно всяко лучше, чем их базовый вот такой вот гражданский шмот, короче говоря. Так что шмотки, в принципе, полезны для них. И они уже приодеты. Но, блин, сейчас на самом деле для меня гораздо более важно это реально найти какой-нибудь город, который восстанет. И все им это дело продать. Потому что добра у меня уже тысяч на пятьдесят минимум, как мне кажется, скопилось. И все это нужно куда-то сбагрить. Но, блин, города просто не появляются. Собака к нему уже пришел какой-то лорд. Люсика. Да, и здесь уже 100 кавалеристов, 60 пехоты, дальнобойные. В общем, полный фарш. И уже, к сожалению, этого лидера клана я побить не смогу. Зато чувака, который идет к нему навстречу, вот его я смогу подкараулить и забить. Ну и, конечно же, этот отряд также ложится от Хубилая. Блин, если бы вот всех пленных солдафончиков, которых я ловил, можно было бы типа реально себе забирать и продавать в какие-то города. Блин, сколько же бабла я с этого бы дела заимел. Но, на самом деле, если бы я мог позволить себе прокачивать все-таки мародерство, ну, путем разграбления деревень и так далее, то, наверное, я все бы это дело прокачивал и спокойно бы заходил во всякие замки, отри, во всякие города. И в тавернах бы все это дело, ну, весь этот народ я бы продавал. Но, к сожалению, поначалу мародерство было дико невыгодно в финансовом плане. Ну, типа я получал за сутки около сотни монет с разграбления деревни, при том, что зарплата моих войск была где-то 500-600 или даже больше. Поэтому, да, это, конечно, все было не огонь, но вариантов было не дофига, кстати. Опа, еще один кланчик. Сейчас он с вами будет на грани истребления. Поэтому, да, поначалу это дело было невыгодно, а потом я просто забил и понял, что, ну, лордов убивать просто быстрее, да и тем более скоро мы и так своим получим все необходимые нам с вами территории. Ну, и еще одна победа. А следом за ней, конечно же, еще одна казнь. Ну, и в итоге осталось всего ничего. То есть, две вражеские армии, у которых больше, вернее, практически все оставшиеся лорды. То есть, сколько здесь? Два лорда здесь и порядка семи лордов здесь. То есть, это уже девять человек. И, думаю, это все вообще оставшиеся лорды в данный момент в Западной Империи. Так что, все, что нам с вами в данный момент остается, это просто подождать, пока они распустят свои армии. И уже после этого поодиночке этих лордов точечно вырезать, по итогу оставляя всего лишь одного. После чего, конечно же, я абсолютно точно засяду и изучу момент с наследованием. Создадим новый клан. К сожалению, да, придется еще попотеть немножечко с влиянием, потому что у меня его пока что нету. То есть, мне бы сейчас в идеале захватить какой-то замок, создать королевство, чтобы влияние начало капать. Потому что, не забываем, нам с вами необходимо 500 влияния для того, чтобы мы с вами могли создать себе новый клан. Потому что переманивать сейчас явно не вариант. Никто из... вообще любой клан сейчас ко мне не согласится присоединиться. Даже большинство наемников. Поэтому нужно создавать клан, но сейчас нужно в первую очередь королевство, чтобы влияние за каждую битву, за каждое убийство вот этих вот засранцев копилось. Поэтому я, наверное, посижу, поищу какой-нибудь слабенький замок на границе Западной Империи. Быстренько я его захвачу, создам королевство и оставлю его. После чего мы с вами продолжим охоту на этих лордов, большую часть из которых я наверняка убью еще в перерывах между сериями. Но, тем не менее, самое вкусное, самый финал, конечно же, я оставлю на видос. И уже в следующем видосе мы с вами так или иначе заполучим себе территорию Западной Империи. Ну что ж, дамы господа, у меня на этом все. С вами был Кейт и всем пока. Продолжение следует...